Всем привет! Это Таня Матаня на канале Эхо Детство. Нужно ли заниматься летом? Нужно ли подготовкой к школе заниматься летом? Или вообще оставить своего ребёнка в покое и пусть он всё лето бегает, прыгает, скачет? И эти вопросы стали мне задавать, поэтому я решила по вашему запросу сделать это видео. Мы занимаемся. Для меня вопроса не стоит заниматься или нет. Для меня вопрос стоит, как заниматься. Насколько это нужно делать деликатно? Насколько это нужно делать так, чтобы у ребёнка был интерес к занятиям? Вот в чём вопрос для меня стоит. Потому что мы бросаемся в крайности. Это я встречаю очень часто и наблюдала за занятиями с детьми летними, и вообще делаем домашние задания любого. Так вот, у нас не хватает терпения. Не хватает. И из-за нехватки терпения у родителей к обучению, то есть, чтобы кропотливо заниматься с ребёнком, и так, чтобы наблюдать за ним, чтобы помогать ему, чтобы быть помощником, чтобы быть не просто учителем, а таким человеком, который способен поддержать в обучении. Это очень важно. Так вот, из-за отсутствия нашего терпения мы бросаемся, родители, мамы особенно, потому что на мамах почему-то эта функция обучательная в основном сваливается. Папы, как правило, вообще подготовкой к школе не занимаются, к сожалению. И вот эти две крайности. Либо из-за нехватки терпения мы говорим, да пусть он бегает всё лето, либо из-за нехватки терпения мы берём себя вот так вот за шкемой, говорим, надо, и без этого терпения надвисаем над ребёнком, и так упорно занимаемся, что отбиваем у него всё желание. Так вот, вот этот баланс, вот про что я сегодня буду говорить в большей степени. Как же соблюсти этот баланс? Дело в том, что вот период подготовки к школе, он самый сложный, эмоциональный, потому что нужно висеть над каждым крючочком, и каждый крючочек отработать, потому что у ребёнка именно в этот момент многое не получается. Вот представьте себе поезд. Вот сейчас ваш ребёнок – это не поезд, который должен встать на рельсы и поехать. При этом вы должны построить этот поезд, положить основу для рельсов, хорошую, рельсы проложить, и потом поставить поезд, провести испытания, наладить механизм. А потом он поедет. И когда он поедет, вы будете там дровишки в топочку подбрасывать, и он поехал. А сейчас вот это всё построить – это самое сложное. И самое сложное, конечно, это в обучении письма. Я отдельно всё-таки делаю эту тему, и в Инстаграме показываю тонкости и особенности, как и что мы делаем, на что внимание обращаем. Но всё-таки я потом ещё отдельно тему сделаю. Так вот, летом нужно, но если вы до этого никогда не занимались, и вдруг сейчас начнёте заниматься летом, это будет большая проблема. Вот я надеюсь, что сейчас меня смотрят те, кому 6, 5, 4 года ребёнку, и они выстроят вот эту систему обучения таким образом, что она будет всегда непрерывно. И к школе, вот сейчас, летом, она будет восприниматься ребёнком так, как у меня. Абсолютно естественным процессом. То есть вообще вот другой… Это настолько образ жизни, настолько привычка заниматься, что у него другой мысли, что не надо заниматься, просто нет. У него есть только вопрос, чем. И я ему даю выбор, чем заниматься. Я всё время меняю пособия, там, и одно другим, да, то есть у нас это как бы другой подход. И если у вас вот выстроено, то вы счастливый человек, но может быть не выстроено, дети все разные. И даже занимаясь вот постоянно, на постоянной основе, у нас тоже есть проблемы и вопросы, которые я решаю каждый день. Вот я не хочу в этом, вот в этой беседе с вами, потому что это всё-таки беседа, а не назидательный там какой-то совет, не хочу быть таким официальным каким-то лицом, типа учителя, который говорит «да, надо, обязательно». Вот я не хочу таким быть, потому что это вот официальностью такое веет. Я не официальный человек, я для вас только помощник в мотивации вашей. Больше я не могу никак вас, ни вас заставить, ни вашего ребёнка. И вот в этой помощи для вас я хочу найти такие аргументы, которые бы, и такие вот способы, которые помогли бы в занятиях, да, то есть настроили вас и ребёнка. Так вот, 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 понимаете, и сейчас, сейчас самый сложный период. Потом он по рельсам, по этим покатится. Но сейчас нужно очень внимательно, очень внимательно подбирать вот эти вот способы, чтобы ребёнок занимался. Во-первых, я всё-таки сократила. Дальше, я вот, если мы, там, в зимний период у нас было больше занятий, сейчас я время сократила и оставила только самое нужное. Самое основное для нас – это письмо. И для нас я подбираю свою мотивацию. Например, вот мы сейчас занимаемся письмом, и у нас уже есть развита мелкая моторика, мне не нужно этим заниматься. У нас уже развито чтение, и мы его только поддерживаем. У нас уже развито счёт, и мы это только поддерживаем. У нас вот самый акцент, который я сейчас делаю, это на письмо. Но письмо – это самое сложное. Почему? Потому что именно сейчас мы доходим, переходим к буквам. Причём учителя не рекомендуют, из-за того, что мы не умеем профессионально это делать, родители не рекомендуют до школы вообще заниматься буквами, только крючочками. И мы стараемся. Но сейчас я уже перехожу к стадии букв. И сейчас у меня письмо переходит к элементам. То есть, если я раньше достаточно свободные и простые, у нас были эти линии, там волны, то сейчас всё сложнее и сложнее я даю. Сейчас я покажу. Вот видите, как у меня ребёнок сегодня занимался, букву «Лэ» рисовал. Видите, какая прям красота. Но для того, чтобы добиться красоты, нужно было, знаете, сколько мотивации. И даже пытались мы плакать. То есть, у него так сжимается, так ручит, и пытается слезу пустить, когда не получается. И у меня сейчас вот как раз мотивация, вот мы на этой стадии просто находимся, такая, чтобы он понял, для чего ему это нужно. Вот для чего ему нужно. И сейчас мои аргументы в обучении, это в том, что у нас сейчас есть с тобой возможность тихо, спокойно научиться аккуратно сделать. Вот мы сейчас стремимся к аккуратности. И так как у нас уже вот прошла олимпиада, и он понял, что сначала, на тренировке в счёте он это понял, что сначала сложно идёт, а потом скорость нарастает и нарастает, и мозг вот способен потом после тренировки всё больше и больше информации и поглощать, и тренироваться, он уже знает у меня, что есть такая тренировка. И сейчас на письме у него тоже вот это вот начинается понимание, что да, сейчас тяжело, но у него начало получаться. Но нужно научиться тому, чтобы ты управлял, твой мозг управлял рукой. Не как хочу, за колючки уже писали, а ты давал такую команду, которую ты хочешь в своей руке, и она делала то, что ты хочешь. И мы сейчас стремимся делать медленно, аккуратно и копировать то, что любой объект, то есть это в рисовании, это в крючочках, то есть не обязательно прописи у вас должны идти, у всех разные, но нужно от и до скопировать то, что представлено, то есть либо это перерисовать рисунок, либо какой-то узор, либо вот в данном случае мы прописи заниматься, то есть у нас вот эта вот мотивация научиться копировать абсолютно так же, как мы видим объект. Вот эта вот мотивация, аккуратность и чистота. И я его сейчас настраиваю. Ты учишься, может не получаться, но в тренировке у тебя всё получится. И он это у меня, слава богу, осознает. Дальше, какую мотивацию я? Я ему подсказываю, я говорю, для чего я тебе нужна. Вот мы сейчас как раз предыдущую страничку покажу, потому что мы над ней мучились. У нас вот эта вот линия, видите, она у нас сразу не получалась, не знаю, как это объяснить. И я отдельно ему рисовала, то есть я взяла листок, он сначала был целый, вот так. Но потом то, что я не получала, чтобы у нас не было это видно, я отрывала или рисовала новую линию. Это мега сложное задание для его возраста. На увеличение строки, видите, то есть на расширение, сейчас у нас пошло на сужение. То есть вот сначала большая буква, потом сужается. Для тех, кто хочет знать, что это за прописи, вот так они выглядят. Это очень сложное задание, но оно в очень большой степени помогает, то есть сначала по обводке, а потом самостоятельно. Оно помогает управлять размером букв и размером вот свои, и это очень сложно. И именно после таких сложных заданий получается лучше писать. То есть вот видите, мы вот здесь вот тоже подобное задание делали. Эти прописи мне, ну вот эти вот, готов к школе вот эти вот, я уже их показывала в прописях, вот мы по ним сейчас занимаемся. Вот. И когда у нас не стало получаться, я стала разбивать на элементные. То есть стала ему помогать. Я объясняю. Понимаешь, вот когда у вас будет 30 человек в классе, и вы начнёте учиться писать буквы, у учителя не будет возможности подойти к тебе, рассмотреть твои, где у тебя что-то не получается, и помочь тебе. А у меня есть такая возможность летом. Поэтому летом я тебе могу помочь натренировать твою руку. Давай использовать это время. Понимаете, вот так я мотивирую. Давай, хорошо. И вот мы начали. Во-первых, я взяла, я много раз говорю, что если вы сами не делаете, а заставляете ребёнка, ребёнок не будет делать. Я уже говорила, что у нас папа, там занимается каллиграфией, вдруг начал, да, год он как раз. И это очень мотивирует. И я, вот я начала, у него не получается, я взяла сама. Сама начала, то есть, для того, чтобы понять, что не получается у ребёнка, я сама начала вот эту вот строчку делать. Вижу, что, в каких моментах у меня как рука себя ведёт. И я поняла, где и почему у него не получается. То есть, вот это на возрастание, и мы разбили вот этот вот элемент на несколько частей и начали проговаривать каждую часть. Я им говорю, ну давай вот про это. Так, во-первых, у тебя получается ровно, а не под наклоном. Из-за этого линия неправильно начинается, и ты её неправильно, соответственно, завершаешь. И у нас вот это вот, один крючочек состоял из нескольких этапов. Первое. Под наклоном написать. Загогулинка. Узкую линию проводим близко к другой линии под наклоном. Стоп. Теперь вверх. Вот видите, вот этот вот участок. То есть, у нас было разбито раз участок, два, вверх, и загогулинка. На четыре участка. И мы их проговаривали вслух. И когда у него каждый вот этот вот виточек стал проговариваться, и он и говорит, и пишет, то у него стало получаться. При этом в Кумане у нас было вот, прям, мы сейчас, я говорю, он выбирает то, что хочет. Вот мы сейчас просто, вы на нас не ориентируетесь, вы ориентируетесь на нас. Но мы уже умножение. Потому что сложение у нас идёт. И мы взяли вот третий уровень умножения. И по нему мы сейчас занимаемся. У нас всё отлично идёт. Видите, уже мы сколько выполнили. И здесь как раз были, было задание. Заполни клеточку, читая пример вслух. Он у меня отказывался читать пример вслух. И я ему объясняла, я ему говорю, вот смотри, у тебя есть уши, они слышат. Вот ты ртом говоришь. Как работает мозг? Глаза видят, руки чувствуют. Мозг всё запоминает, когда он слышит, чувствует, говорит и видит. Ты цифру видишь? Видишь. Ты её пишешь, чувствуешь. А как её услышать? И ртом погром... У тебя два органа не работают. Если будут работать эти органы, они тебе помогут. Он, значит, такой пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе поворчал на меня, когда мы начали писать письмо. И вдруг, благодаря тому, что он начал всё это, значит, проговаривать, каждый элемент написания, то есть рисую под наклоном, петля, петля узкая, вверх прямо, то есть всё это проговорил, мне устало получаться, я ему говорю, а вот вспомни вот там, видишь, тебе проговаривание помогло. Дальше что нам помогло? В воздухе рисовать, то есть мы вот так в воздухе порисуем. То дальше ещё, то есть понимаете, вот такие вот мелкие нюансы, они нам помогают. Дальше вот циферки, да, он не начал, смотрите, безобразие. Я его оставила одного, он мне вот такое безобразие сделал. Я говорю, извини, сынок, но мы же не учимся на скорость. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Ты зачем торопишься писать? Ты сразу ошибку увидел? Да. Я говорю, наша задача написать аккуратно. Мы взяли, сначала прорисовали каждую циферку в клеточке, в тетрадке. Не знаю, со мной его нет. Сейчас показываю. Вот. То есть я, понимаете, вот, да, то есть вот, видите, в клеточке. Потом сели уже писать следующий. листочек на следующий день. И здесь посмотрите, как уже все аккуратно. Ничего не зачеркнуто. Все циферки уже он старался, аккуратно выводил и все делал. Совсем другое письмо, понимаете? Вот так вот. То есть вот такие вот мелочи, потому что я наблюдал, когда сядь ровно, пиши ровно там. А как ровно? Нужно все, вот эти вот нюансы смотреть. Здесь подправил, там подправил. Но не так, что ты не прав. Нет. А давай я тебе помогу, объясню. У тебя не получилось и не может получиться сразу ни у кого. Все учатся. Вот видишь, я тоже попробовала. Вот, смотрите, видите, я свой листочек. Смотри. Я ему говорю, вот здесь у меня не получилось, вот здесь и вот здесь. Я взрослый человек. А почему у меня не получилось? Потому что я редко пишу, и у меня уже нет тренировки. А для чего мы делаем? Чтобы была тренировка. И у тебя будет тренировка, и ты будешь лучше писать. А вот эти вот хорошие, видите, я себя сама анализирую, чтобы у него отложилось, что и я ошибаюсь, но я в следующий раз, если буду делать, как ты думаешь, я лучше сделаю? Да. Давай, вот и что? То есть я тебе помогаю, и я ошибаюсь. И я тебе помогаю, показываю, почему и как. Я говорю, вот я написала как-то, и я теперь понимаю, что когда ты увеличиваешь, тебе хочется написать короче, потому что предыдущая была короче, а нужно довести до конца. Я говорю, давай введем, то есть сначала мы не ввели это слово, а потом давай введем еще слово, тянем линию до конца. Мы добавили в нашу вот этот вот, в нашу скороговорку, это действие. Мы добавили, у нас стало получаться. Так что, милые мои, делайте так, чтобы у ребенка, а вот это вот самое наше любимое. И я ее все время оставляю. Я говорю, давай что-нибудь вот сейчас вот это доделаем, и займемся диктантами. И он старается, потому что это наше любимое дело, графические диктанты. Она у меня, кстати, заканчивается, не знаю, что делать, хоть новые покупать. Ну, посмотрим, если ребенку нравится, может быть, я и куплю. Посмотрим. Так вот, к чему я все это веду? К тому, что вы для своего ребенка свои ищите инструменты. Можете пользоваться моими, я их специально вам рассказываю, что не просто так оставьте ребенка там, да, знаете, вот как учат плавать, кинул, и он там выкарабкается, выкарабкается, не выкарабкается, не выкарабкается. Нет, не нужно так. Лучшее обучение, это когда вы последовательно каждое действие объясняете. И вот эти вот нюансы поэлементно отрабатывайте. И в письме букв, вот я скоро покажу, у меня будет закупочка, я вам подробно расскажу на примерах последних прописей, которые мы сейчас начнем, про элементы букв, насколько нужно разбивать элементы букв для того, чтобы учиться писать. Поэтому для меня вот такой, для кого-то другой, потому что я недавно, не недавно, но попадалась в нее видео, мама учит девочку. И девочка все умничка, вся прекрасная. И она ей, мама ей там, там считай столько, пусть сколько будет она. Мама, зачем мне это? И она ей говорит, так, вот у тебя там есть подружка, она будет умная, и ее замуж возьмут. А ты будешь дурочкой, и тебя замуж не возьмут, не возьмут, потому что ты не учишься. И та села и начала решать, понимаете, вот сидите разные. У кого-то такие аргументы, у кого-то такие. Но у ребенка вот это, а зачем? Оно будет вставать всегда, этот вопрос, для чего я сегодня должен позаниматься. Вот, делайте перерывы. Я уже показывала наши занятия в 5 лет, может быть, я сниму сейчас наши занятия, но мы не подряд, вот сидим, понимаете, то есть, вот на это, вот он тратит около 5 минут, сейчас у нас простые, идут там дроби закрасить, там еще какие-то, ну вот, видите, там какие-то, до дробей мы дошли. Вот, они простые занятия, он быстро делает, но даже после них я делаю перерыв. Вижу, рука начала дрожать или чуть-чуть, мы сразу гимнастику пальчиковую делаем, потом физическую зарядку, то есть, мы прыгаем, вот свои какие-то простые вот эти зарядочки, мы делаем, то есть, ну, блоки минут по 10, сейчас не больше у нас, и после этого, какие-то занятия. Дальше, английский я в меньшей степени ему даю, где-то 1-2 раз в неделю максимум, причем в такой развлекательной форме, книги мы читаем, либо мультики смотреть на английском, то есть, вот в такой вот форме мы все делаем. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, девочки, да, надо, потому что, вот у вас же не стоит вопрос там, хотя я не знаю, не все, наверное, делают зарядку, но вот делать зарядку, вы тренируете мышцы, вы же это каждый день делаете, тренировку мышц, каждый день делаете, и мозг, если его оставить совсем брошенным, ничем не заниматься, он вот просто, вот все ваши усилия, которые предыдущие, они пойдут на смарку, и учителя, они потом целый сентябрь собирают детей, которые вот после каникул, которые не занимались, и старший у меня занимается, занимается каждый день, это, конечно, отдельная тема для старшеклассников, да, потому что мотивация к учебе, к тому, чтобы он читал, мы сейчас ревизоры вот читаем, для того, чтобы сбалансировать день уже школьника, взрослого, это отдельная, наверное, тема, не знаю, напишите в комментариях, комментарии можно будет оставить в инстаграме, у меня я эту тему выложу, и во вкладке сообщества, там тоже оставляйте комментарии, либо пишите мне в контакт, там тоже я вам отвечу, в моей группе, всё внизу в описании, все ссылочки есть, можно перейти, и всё у меня найти, так вот, мозг нужно тоже постоянно тренировать, у меня вот, мы сейчас на ментальную математику не можем ходить, потому что мы то на даче, то сюда, то есть по времени не успеваем, но остальные ходят, то есть кто никуда не уехал, они продолжают ходить, продолжают заниматься, и наши учительницы, она Христа ради, только не простайте, потом так сложно всё это нагнать, я говорю, нет-нет-нет, мы будем заниматься, ну вот, мы взялись за умножение, ну просто он захотел, уже вот тут вот сложение, вот, после нашей олимпиады, нам очень сложно уже, мне сложно его мотивировать, на то, что не хочет он делать, всё, всем пока, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, вы будете заниматься, находите время, лучше делать это, вот мы сейчас пережидаем жару, дневную, и в это время не погулять, слишком жарко, и мы в это время находим занятия, баба пока делает там какие-то свои дела, я ему говорю, так, я пока вот это делаю, а ты там вот это и вот это, как-то так синхронизируем, но обязательно занимайтесь, ведь это для него как игра, то есть вот абсолютно, я, мы уже не играем в игрушки практически, вот, ну не играем в игрушки, для нас развлечение, это занятие для ума, это развлечение уже для ребёнка, это его времяпровождение, самое простое и самое естественное, всем пока, оставайтесь на моём канале, эх, детство, я летом одно видео в неделю буду делать, не чаще, потому что, ну, во-первых, и вы все в отпусках, и мне тоже нужно отдохнуть, я просто физически не успеваю, оставайтесь со мной на моём канале, я буду продолжать рассказывать про наше, эх, это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!